Уважаемые друзья, как я вам обещал, через 10 дней мы вернулись к саженцу, который был формирован методом прищипки. И были оставлены лидер, первые скелетные ветви, удалены плоды. Ну и вот все остальное осталось на то, чтобы работало на лидеры, на скелетные ветви. Кладу мы оставили один или два для того, чтобы просто-напросто... Вот, пожалуйста, вот эти вот, видите, темные пятна были на листьях. Это обычно мне пишут, фотографируют, что это такое, значит, какая болезнь, чем опрыскивать. Это было ветрено, и эти побеги стукались один об другой. Они травмировались. Здесь обработок никаких не было, ни заморозков, ничего. Здесь просто за счет того, что был очень мощный ветер, значит, листья ударялись и травмировались. Вот видите, этот лист, вот эта листовая пластинка, видите, она находилась здесь и здесь. Вот тут они нормальные, а здесь они ударялись и особо нежная часть немножко травмировалась. Поэтому вникайте и не забивайте мне почту зря, потому что многие вопросы могут дойти и самому, если немножко присмотреться. Здесь было 16 плодов, мы оставили пару плодов для контроля. Вот они. Вот один из них плод. Мы оставили, мы разобрали здесь, что оставленными лидерам слабоват, а который за ним идет, лидер, подстраховка лидера, более мощный. Мы, этот уже несостоявшийся лидер, мы его прищепили, вот. У него растут красивые листья, он работает на нового лидера, вот он какой. А этот лидер обогнал его уже, он был на уровне, если посмотрите прошлую съемку, а сейчас он уже на 20 сантиметров оторвался. Мы определили, что эту ветвь оставлять ее нельзя, хотя она нормально расположена, мы ее прищепили, потому что она находится близко к лидеру. Вот она, рядом с лидером, она ее будет угнетать, поэтому мы ее прищепили. Мы оставили вот эту ветвь на юг, это будущая скелетная ветвь, и убрали плодики. Вот видите, шамик от того, от места. И я сказал, что тут будет, значит, детерминироваться, будет развиваться побег. Если бы мы это не убрали, значит, этот побег был бы слабый. А так он уже, видите, стартовал, и он будет прекрасно расти. Та же самая на восток. Вот видите, здесь были плоды, мы их убрали, а будущий побег продолжения, он развивается. Все остальные, которые были лишними, мы их прищепили. Мы их не убрали. Я еще постоянно подчеркнул, коллега Краснощук. Вот видите, тогда он был заморышем, коротеньким заморышем с маленькими листьями. Видите, за эти 10 дней, какие листья на нем образовались. И эти листья работают на дерево. И вот тут, вот тут, видите, образовался узел. Как это вам показать? Вот видите, это утолщение. Вот видите, вот образовался узел здесь. Потому что, если бы я его убрал, здесь был бы такой свисток. А так оно, и там, естественно, есть и более мощные. Весные, те же. Внизу были маленькие, никчемные заморыш. Мы их не убрали, мы их прищепили. Видите, они стали уже отличным подспорьем для дерева, для фотосинтеза. Вот, 4 побега, мы ни один из них не убрали. В прошлом году здесь были такие аналогичные побеги. Видите, какие узлы образовались. А в этом году здесь будут такие же самые побеги. И будут мощные узлы. И это дерево, ему не надо никакой опоры. Ни метровой, ни полутораметровой, ни трехметровой. Как вы там ставите. Потому что оно формируется не как крестлиный хвост. Длинным и жалким. Оно формируется могучим. И вот, как вы видите, эти деревья сейчас. 10 дней спустя. Я сказал, через 10 дней будет просматриваться. Результаты наших труда. Вот тут вот ветвь, которую мы оставили на север. Вот она. Здесь мы убрали плоды. Вот они, ашрамик. А этот побег уже пошел наверх. Пройдет еще 10 дней. Вот и на запад, пожалуйста. Вот здесь. Здесь мы убрали плод, ашрамик. А этот, значит, побег пошел. Если бы мы не убрали бы эти плоды, если бы мы их не убрали, этот был бы вот таким маленьким заморожем, так бы остановился. А так мы сняли нагрузку. Значит, травма. Травма, значит, приток ауксина. Этот побег будет развиваться, он будет хорошей скелетной ветвью. А вот эти вот, что они на месте, они прищеплены. Прищеплены. Вот этот слабенький был. Мы его прищепили. Он не развивается. Но я все равно оставляю. Листик есть, он находится в атмосфере. В лучах солнца он работает. В принципе, вот эти вот. Вот эти побеги были такими же маленькими. А сейчас они развелись и создали отличный листовый аппарат. Это, так сказать, преддверие перед тем, как мы пойдем на формировку однолеток. Посмотрите. И вот эти ваши причитания. У меня деревья подсохли, завяли, засохли. А когда спрашиваешь, осенью их поливал? Нет. А с 15 августа, через 15 дней, фосфор, калий, марганец давал? Нет. А на зиму полил? Нет. А в феврале я распинался, полить срочно. И с нитратом калия. Поливал? Нет. А вот я сейчас пришел. Вот пришел и видишь результаты своего наплевательского отношения к собственному саду. А потом еще чего-то мы хотим, что они засыхают или они там... И как их восстанавливать? Те, что пострадали от заморозков, есть в 17-м году ряд видео. 12 мая. И раньше есть. Были проблемы. Есть проблемы, которые... Они, как говорится, от Бога, и мы ничего поделать не можем. А есть проблемы, которые создаем мы сами. Своей леностью, своей неповоротностью. Но безразличие. Так можно и детей, наркоманов превратить. Можно любое дело провалить. Ну, в данном случае... Вы видите, как это смотрится, когда все сделано как положено. Видно, что в этом году засуха. Вот видите, ячмень чувствует засуху. Он развивается слабо. А тут мы бухнули по 100 литров воды, потом 50 литров с нитратом калия. Это деревья намного лучше, чем при благоприятный год, потому что я в благоприятные годы нитрат калия не даю. Видите, какой интенсивный цвет, какая упругость, какая, значит, фактура этих ветвей. И вот это вот, видите, внизу лежат ветки, они остались. Те, что мы срезали отсюда. Вот, мы отсюда срезали, отсюда, отсюда, отсюда. Вот они лежат. Они были прищиплены, как и эти. На будущий год я эти уберу, здесь будет мощный ствол, такой, как рука, а может, и покрепче, чем моя. Будет отличное дерево. Эти, лидер вонет наверх, будут 4 хороших скелетных ветви. Я смогу, при таком росте, развитии, я смогу оставить, может быть, вот эти прищиплены, они будут забиты урожаем. Я могу оставить ради Хохмана, на 4-й год, были плоды побольше, потому что, если я не загружу этих красавцев, они будут жаровать, это тоже плохо. Мы уже будем решать по ходу дела. Все под контролем. Только надо, во-первых, вникать. Меня бесит, когда звонят даже люди, которых, вроде бы, они показались мне деловыми. А как, вот у меня двухлетка, второй год, что делать? Говорю, блин, я тебе по телефону буду объяснить, или открой. Да мне некогда. Он думает, что я ему ляпну по телефону, что-то такое, он что-то там утворит. Ну и открой, я 2 дня готовил это видеосъемку, не так, переделывали. Значит, потом пока ставили, потом проверяли. А тебе надо открыть формирование двухлеток и посмотреть 7 минут, 5 минут. Все. Собери людей, исполнителей, посади вокруг, прокрути 3 раза. Что не будет ясно, позвони, отвечу. А тогда, когда делаешь эти видео, что они мне нужны, я их закрытыми глазами, эти деревья формировать могу. Это делается для вас. Ну, делать для вас я эти видео могу, но смотреть за вас извиняюсь. Будьте внимательны, будьте мудры, тогда будь добро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok